Да, церемония закрытия стала не менее яркой, чем сами игры. Тысячи атлетов, да и миллионы зрителей перед экранами стали свидетелями зрелищного действа. Эмоциональный накал всех соревновательных дней собрал накануне национальный стадион «Динамо». О том, какие впечатления остались у спортсменов и гостей, репортаж Лидии Заблотской. Фееричная точка поставлена. Огонь в золотой чаше стадиона «Динамо» угас, но оставил в сердцах многотысячной публики самые трепетные эмоции и воспоминания. Торжественное закрытие мультиспортивного форума стало своеобразным продолжением церемонии открытия. Только теперь акцент был сделан на Беларусь современную. Под динамичные ритмы тех, кто родился здесь, зажигала вся арена. И вновь чаша стадиона «Динамо» собрала 22 тысячи зрителей. В отличие от церемонии открытия, это более интерактивное. Все зрители смогут танцевать вместе с волонтерами. Здесь их 8 тысяч, и они действительно создадут настоящий жаркий танцфол. Мы стали самой крутой семьей, которая могла. Тут чуть-чуть 8 тысяч волонтеров, и мы реально семья вот такая большая, классная. Это невероятные эмоции, впечатления. И мы бы хотели, конечно, чтобы это продлилось побольше. Всего шоу длилось час сорок. Яркое и традиционное начало – вынос флагов. Каждую из 50 стран-участниц представлял фронтмен сборной – атлет, который завоевал наибольшее количество наград. Белорусский флаг на «Динамо» вынесла Марина Литвинчук. У нее 4 медали – 2 золота, серебро и бронза. Продолжил шоу парад атлетов. Это традиционная часть подобных спортивных формов. Спортсмены, которые не щадили своих сил на аренах, смогли прочувствовать свою минуту славы еще раз. Но теперь их поддерживало сразу 22 тысячи человек. Энергетика зашкаливала. Переполняет гордость, что это наш стадион, что его сделали. Насколько реконструкция вообще крутая. Атмосфера здесь такая же, как на соревнованиях. Это потрясающая атмосфера. Очень здорово быть здесь. Столько людей пришло посмотреть на шоу. Посмотрите, все счастливы, празднуют победу вместе. Это очень важно для спортсменов. Спорт объединяет людей и это круто. После спортивного дефиле по ядру стадиона «Динамо» все атлеты наблюдали за шоу «Свип-мест» прямо с танцпола. Каждый чемпион с гордостью показывал журналистам свои медали. Беларусь, спасибо! Не заметила огромных отличий ваших европейских игр с формом, проходящим в Баку. Я серьезно, я полюбила Минск. Раньше никогда не была здесь. Посетить ваш город – это чудесно. И, возможно, я вернусь сюда. О гостеприимстве Минска и Беларуси в целом говорили с восхищением. Спасибо Беларуси за такое прекрасное соревнование, потому что организация, атмосфера и все просто на высочайшем уровне. Вашим детям очень сильно повезло в этом. Здесь настолько развита инфраструктура именно для спортивного будущего, что, честно говоря, меня захватывает дух. Накаленные до самых трепетных ощущений атмосфера в эти же секунды по всей арене. Песни вместе с известными артистами скандировали болельщики буквально хором. Один из фаворитов среди эпизодов шоу – неожиданный дуэт Дивы Большого театра Оксаны Волковой и народного артиста России Николая Баскова. Внимание всей арены сиюминутно сосредоточилось на Лесике, который, вопреки ожиданиям, улетел лишь в дополненной реальности. И все же финальные аккорды церемонии закрытия с грустью. Буквально только что погас огонь вторых европейских игр, а это значит, что пришло время расставаться. Расставаться с Лесиком, но мы точно запомним те самые яркие эмоции, которые зажигали каждого из нас. Все люди, они горячие, очень понравилось. Это было настолько красиво, феерично. Эмоции просто переполняли гордость за свою страну. Искренность и то, как люди рады и впечатлены всем этим событием, очень масштабно. И спасибо всем, кто это готовил. Буря эмоций. Очень печально было прощаться с Лесиком. И мы все надеемся, что в будущем Беларусь будет обязательно принимать еще такого рода мероприятия. Теперь вторые европейские игры – история, которую каждый спортсмен и каждый болельщик будет вспоминать с особым трепетом. Это поистине время искренних переживаний и ярких побед. Из «Эпицентра настоящих эмоций» Лидия Заблодская, Надежда Сербиненко и Ян Пашкевич. Агентство теленовостей.